всем привет с вами double play и мы продолжаем игрушку pocket zone да у нас опять еще раз снова pocket zone ребята игра мне очень понравилась на самом деле я в нее нормально таки поиграл наигрался и в принципе это вторая серия и тут уже у нас принципе почти можно сказать все есть и это у нас будет серийная скорее всего как гайд небольшой такой я не конечно назвал бы себе там профессионалов всей этой игры ну советы какие для новичков я смогу дать примере и час а поэтому приятного всем просмотра погнали pocket zone нажимаем на продолжить на самом деле можно было быть новые игры потом начать просто я часто не знаю ребят кстати можете написать комментарий если нажать на новую игру мы потеряем весь прогресс и типа совсем другого персонажа будем играть или же можно будет типа как вторую ячейку тоже создавать это кстати я не знаю поэтому напишите в комментарии может кроме меня еще кому-то будет интересно а что же у нас тут кстати я тоже на пару день не заходил в эту игру а может и больше хоть немножко подзабыл кстати росток и рыжий лес вот это кстати да вот это сейчас я вот с автоматом стою тут прицелом таким прикольно откуда мне прицел ребята откуда этот автомат на самом деле это не подарили чат хотя откроем чат то что я забыл как его ник какой этого чувака ник а еще нельзя на какое-то время что проходила чем что прошло а потом уже чат открывается короче я хотел в первую очередь вам рассказать это у нас карта правильно вот начинаем мы вот аж отсюда выяснишь не ошибаюсь зеленой деревне потом попадая в пригород у нас есть два варианта или в болото сходить или сходить в совхоз я в свою очередь совхозе был но отсюда начал тут немножко пофармился а потом уже попал в болото так как там во первых больше денег требуется чтобы перейти но во вторых там попроще на ну получше сюда подготовиться в плане шмота и оружия сейчас нахожусь я на адской кухне адская кухня у нас ребята именно место для фарма а скажем большее количество ибо лучшего качества артефактов с аномалии вот эти у нас видите вот тут вопрос в обратительный знак я вот немножко не пойму это то есть обновление типа же после обновления откроется просто знаю чтоб доска считается как последнее кстати он даже пройти города ракция уровень локации 10 10 и 5 а вот тут есть это классный нам скажут а она никак не клацать любить это у нас как последняя локация по сложности ведь даже точка 6 это 9 уровень локации 8 болото 3 кстати ну на самом деле не такой уж большой не настолько уж и высокий уровень сложности типа считается хотя в принципе ну а у начала где туда пьется не стоит этому полюбом 5 у неважно я думаю почти постепенно это не самое сложное не самое главное в игре то что нужно понять его скажу так открыл чат отчета чат не открывается а вот друзья появился спасибо игроку под ником харон за то что он мне подарил вот это все ништяки сейчас я вам покажу вот такой вот с этой школы нам подарил но к сожалению нас еще пятьдесят снайперки не прокачано вот это еще акад 10 но свдшка выглядит покруче у него процентов больше да и хотя это у нас как автоматический возможно а к 101 все таки будет лучше теперь ничего не мешает нам это проверить с вами вот так берем и конечно понимает тупо на цену тоже не стоит определяться укажи каждое оружие свои плюшки свои плюс свои минус так это он семьдесят восемь тысяч а это идет 43 да видите свдшка все-таки должна по идее быть покруче ну как минимум на 98 процентов точности имеет а в этой игре точность капец как важно ребята и вот я на собственном все скажу вам что ну тут просто жесть весит и промахиваешься час чаще то ты просто можешь поислить нефиг делать ну как минимум задал задолбываешься постоянно вот это 20 класс классов долгие бои начинают становиться долгими тем уже тени о чем так ладно давайте я закрыл да так давайте пока что отсюда обратно закинем наш ящик атида в каждом городе свой склад и этот склад можно прокачивать с помощью бабла валюты игровой не донат на именно игровой а игра донатные валюту мы можем как набирать с помощью вот этих n ну точнее помощью квестов квесты мы эти получаем за то что мы смотрим рекламу вот как-то вот так поэтому и без рекламы тут тоже не обойтись хотя и обойтись можно ну так скажем рекламы немножко ускоряет ваш процесс в том плане что но мало того что вам дают денег за них еще и экспы experience вам выдают ну то есть опыт тоже как бы полезная штука в этом плане поэтому я лично да я пользовался этой рекламой и иногда действительно выпадали такие ты не не 1700 например там и 247 43 бывало что там не знаю могли и полторы тысячи две тысячи опыта если я не ошибаюсь ну как 500 уже видите есть за иску нам 500 дает корей все так и было ну 30 40 тысяч бабла там точно выпадала то есть и в любом случае выполняешь что задание и сдаешь то задание у тебя еще кстати лут остается которую нужен для этих заданий ты этот лут продаешь плюс еще ты получаешь в принципе так грубо говоря на халяву остальное бабло а еще хотелось бы подметить ну в рейд давайте сходим у меня сейчас надо выдал автомат стоит и это да автомат подарил мне но я вам так скажу это ну так испытать кайф этой игры мне все таки получилось почему потому что я открыл свой чат и вот ну получил подарок когда я мог сам в принципе уже себе купить оружие легендарка да это считается так где 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 это на автоматически а вот легендарка да я легендарку уже мог сам купить и знаете в чем облажался ребята кстати далее новичков тоже важно я совсем забыл что мы оказывает мышь мышь когда создаем игрока мы же выбираем быть ему сталкером военным или еще чё там я уже не помню какие классы и у каждого класса есть свой прикол я забыл ну как я подумал не обратил внимание тупо не обратил внимание что оказывается мало того что не изначальные статы у вас там прокачан например на пистолет и на дробовике на пирсе за сталкер играю да мир 10 пистолет у меня было 10 дробовик и автомат 5 было с ним не ошибаюсь я забыл посмотреть максимальный короче я прокачал автомат до 60 и такой типа до деловой думаю щас раз блин вот до 60 прокачаюсь накоплю 800 тысяч бабла и все сейчас я типа куплю тот автомат а там на тот автомат оказ нужно было 65 навыков прокачан и короче да вот такая вот обидная штука произошла а вот и соответственно этот тот не одел ну спасибо опять таки арон за то что мне подарил вот этот автомат видите как раз у меня 60 именно 60 раз вот сколько прокачан и сколько автомату требуется опять-таки я немножко сразу перешел тему здесь у нас есть возможность пистолет и себе мощный путь автомат дробовик и снайперки и конечно хорошо хотя бы снайперка тогда мощный снайперка требует 50 сна но 50 очков мне принципе а на этом сталкере могу пировать ту снайперку это уже конечно приятный момент вот ну и у меня как бы ну дробовик тоже прокать для прокачал себе если дробовик легендарный купил за 200 тысяч хотя автоматом за 800 был одну я просто думал блин реально сейчас автомат в это же мертв от очень раза в принципе я вам скажу что дробовик которая за 200 тысяч стоит тоже неплохо он тоже как автомат не прям как автомат ну при выстрела он делает если не ошибаюсь то три я просто его уже продал мне не нужен но все равно ребят если уже вы создаете персонажа то лучше лучше все таки брать автомат наперки тоже неплохо неплохо пока я мера каждый выстрел вас можно сказать гарантирован в редких случаях конечно так понимаю будете промахиваться 24 процента не рано или поза обрабатывать в бою ну и плюс же шоу врага еще есть такая такой точнее такой показатель по крайней мере у нас есть я думаю что и врагов тоже как маскировка вот это показатель показывает насколько мы лучше можем увернуться от выстрелов и так далее и тому подобное но это тоже опять таки опирается на класс и на поле на одежда я не уже не честно они не совсем понимаю еще один момент от чего это все зависит ну по крайней мере да здесь написано описание да типа вот это зависит от интеллекта это зависит от того и тогда и тому подобное но я не обращал внимание что мне вот вот эти характеристики они каким-то образом поднимались и такое чувство что изначально ну сначала игре пасть до 31 уровня про качество они ни разу не менялись машине замечал напишите кстати комментарии кто шарик но вот тут их нельзя плюсовать к сожалению но был бы вообще прикольно потом прокачивать себя еще отдельные критерии ну кроме вот этих навыков может быть и можно я не знаю этакий я на все стоящую разобрался в игре вот даже элементарно мне и кто на и крик книгу подарили я знаю что это книга есть в к болтали могли бы вот так поставить чтобы он читал и учился короче вот это электронная книга есть в донатном магазине это точно знаю а где вот ее добывать подруги подруг по другому другим образом я не знаю что еще хотелось ну давайте кстати рейд пойду ходим я еще такую вот фишку расскажу вам ну это и для болезнь скажем игроков которые дольше уже находились в игре дольше играли здесь можем сразу у нас есть короче 3 3 до 3 показать себя если не ошибаюсь не не 44 есть вот рад ну радиация радиация радиационная защита это у нас чисто вот так если вот мы бродим да например как вот сейчас фрейди мы можем получить вот иногда вот такой вот урон именно моя рад защита смолоса то есть мы тут радиацию получаем урон от радиации вот ну 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 у нас там воде воды есть и мы идем дальше по поводу блин воды и еды в принципе в игре не стоит париться это все тут добываем и все покупаемо но здесь нет такой дефицит всего этого как например в том же карманном фолочи хотя ни разу не атаковал вот обычных вот этих игроков а давайте попробуем кстати я ни разу не пробовал и чё за это мне будет интересно опа я там столько просрал обидно ладно хрен с ним о представляете ребят вот кстати да тоже херня бля как как так может быть откуда у них такой огромный урон я вахту и короче немножко произошли так скажем технически неполадки внезапные изменения ой блин хорошо хотя бы я не провтыкал и положил оружие сюда ой обидно конечно обидно но ничего страшного а ладно ну где же аномалия а а хотя чё я уже аномалию еще есть я уже все уже провтыкал так давайте наверное в росток что ли надо сходить где же эта фигня да не не правильно адская кухня вот так кстати да и деньги потом можно выкидывать на ветер когда не в ту сторону сходил вот точка 6 да тут у нас есть ташка м5 и вот тут кстати вот легендарные дробовика покупал хотел вот этот автомат купить но у меня не хватает видите автоматическое 65 уровень и кстати да он хоть 65 уровня 25-30 да урон странно а вот на этот автомат нужно 60 и тут смотрите ну почти так же да даже где-то в каких-то вам ну здесь хотя бы 30 патронов ну типа может и даже лучше да чем вот тот автомат что мы не сможем одеть так я пора с этой короче я уже не знаю что со мной происходит я при целый стак купил этих батареек мне бабла уже нихрена не осталось фиг с ним короче а есть короче радиоактивная уже но я уже не смогу показать вы же видели у меня там в инвентаре лежали вот эти артефакты которые дают защиту от физ она кстати я тоже я думал что когда написано физ защита и по я его делаю мне блин в боях не смогу даже пробивать да никаким образом на самом деле физ защита ребята вот это физ защита это защита от аномалии по типу те камушки такие летают и по да тогда если выходит так какая аномалия надеваешь короче как минимум два можно даже и три вот этих артефактов и она тупо вас не будет пробивать даже ну по край мере я находил ну и самые самые прям сильные но вот это второго уровня аномалия она мне по единице бела типа три таких артефактов будет с головой хватать думаешь даже и на самую сильную аномалию хотя не знаю я еще до не доходил поэтому кто уже доходил кто проходил пишите в комментариях что еще я хотел бы рассказать еще есть хим защита это короче вот болотистых короче аномалиях вот такая херня как кислота как будто выглядит то туда одеваешь ну соответственно с них же и выпадает там химка называется тоже вот пси защита ребята я еще ни разу не встречал артефакты которые защит защиту дает от пси ну именно пси ну типа электричество вот это или электрическая аномалия ну вот это дает поэтому фигне дает урон вот и что я хотел сказать но зато у нас есть возможность купить себе там одежку например видите здесь 20 все защита очень 12 а тут 20 и на голове там два всего ну возможно есть еще какая-то шмот которую больше дает защита но по одежде вот можно например добыть защиту в принципе то еще я хотел бы сказать по идее музыка кстати классные тут мне очень нравится на разных локациях разная музыка это вообще видно что старались над этим 20 батареек теперь остается только мне уже фармить эти артефакты блин зарабатывать деньги и по новой ну и в принципе все что бы я еще хотел ну все пишите комментарии можете что-то забыл задавайте вопросы игра классная она еще и видите как онлайн и тут еще есть и чат где мы можем с другими игроками общаться и передавать друг другу вещи то есть ну я считаю что для онлайн энергии это большой плюс что можно передавать свободно друг другу вещи другими персонажами по торговле и даже неважно хоть даже оружие хоть не знаю слона если ты тут найдешь его тоже может передать как то вот так спасибо что досмотреть видео до конца надеюсь вам понравилось я надеюсь что это видео достойно лайка так как буквально вы узрели как я все просрал ну то что мне было в рюкзаке а в рюкзаке у меня было скажу вам немало вот еще и плюс бабло потратил для того чтобы показать вам все как следует я может еще поиграю в нее может нет не знаю но пока я уже свое от этой игры уже получил мне очень понравилось и поэтому вам тоже советую если вы любитель таких игр спасибо что досмотрели до конца прожимайте лайки оставлять комментарии прожимайте колокольчик с подписку если все еще не подписан на меня я рад что вы мне есть немножко конечно не знаю вялость я чувствую ну надеюсь что вам помочь я чем то смогу всем удачи до следующих видосов всем пока субтитры сделал DimaTorzok и Субтитры сделал DimaTorzok